Шалом, друзья! Я Исраиль Парибский, раввин, блогер, семейный консультант. Мы с вами поговорим на самую сладкую и на самую горькую тему. Это тема отношений мужчины и женщины. Все мы знаем, сколько удовольствия, сколько счастья приносит эта тема, сколько счастья приносит нам отношения и сколько боли и горя приносят нам отношения мужчин и женщин. Это реальная боль. Это все мы знаем примеры покалеченных судеб и психики. Как же сделать так, чтобы извлекать из отношений максимум нищиков и избегать всего хипиша? Как сделать так, чтобы отношения приносили нам то, что должны и не забирали у нас всего? Смотрите и вы узнаете, как подобрать ключик к отношениям и как сделать так, чтобы это не стало ключиком для ящика Пандоры, который может, не дай бог, причинить нам много неприятностей. Итак, для того, чтобы разобраться в любой теме, нужно знать всего 4 ответа. Если я хочу ориентироваться в чем угодно, мне нужно знать 4 вещи. Это цель, это причина, форма и материал. Все. Я буду ориентироваться. Для примера возьмем навигатор в телефоне. Для того, чтобы сориентироваться на местности, навигатор должен знать 4 вещи. Это пункт назначения, то есть цель. Это причина, то есть истоки, откуда я иду. Это тот пункт, откуда я отправляюсь. Да, то есть цель, истоки, форма. Как устроена дорога? Где поверните направо, а где поверните налево. И материал, ресурс, на котором я добираюсь. Это мое транспортное средство. Навигатор должен знать, я на велосипеде или я на самолете. Для того, чтобы разбираться в транспортном средстве, правильно нам тоже нужно знать ответ на 4 вопроса. Для чего велосипед имеет одну цель, самолет другую? Откуда оно пришло? Из чего оно сделано? И какова его форма? Приведу вам пример, в машинах не разбираюсь, приведу пример пиджак. Разбираюсь в пиджаках. Для того, чтобы нам ориентироваться в пиджаках, нужно знать ответ на 4 вопроса. Для чего пиджак? Пиджак не для тепла. Пиджак для понтов. Для создания соответствующего образа. Откуда пиджак? Откуда он идет? Это важно знать, как ни странно. Некоторые люди застегивают нижнюю пуговицу. Выглядит это ужасно. Почему они так делают? Они не знают, что пиджак изначально был длиннее. Это была одежда всадника. Он должен был расходиться к низу. Это его покрой. Так устроен пиджак, что он должен к низу расходиться. Как только вы его застегнете на нижнюю пуговицу, это будет кошмар. Следующий материал. Важен материал пиджака. Некоторые люди думают, что мы купим пиджак дешево из полиэстера и никто не заметит. Поверьте, все заметят. Полиэстер сразу виден, он блестит, он выглядит ужасно. И вы создаете обратный образ. Вы же купили пиджак, чтобы быть нарядненьким, чтобы быть статусным. А в пиджаке из дешевого материала вы все это теряете. Следующее. Нужно знать форму. Пиджак должен подходить по форме. По покрою должен быть... Должен на вас сидеть. Он должен быть по размеру. То же самое в отношениях. В отношениях нужно знать цель отношений. То есть, если вы хотите правильно построить отношения, вам нужно для чего отношения вообще? Это же важно. Вам нужно знать истоки отношений. Откуда взялись отношения мужчины и женщины? Мужчины должны дарить цветы. Ну, например. Почему? Откуда это взялось? А должен ли? Откуда взялись все эти формы отношений? Откуда взялись отношения вообще? Для чего они и откуда они? Откуда они к нам пришли именно в такой форме? Дальше мы сказали форма отношений. Форма отношений. Где правильно повернуть налево, где правильно повернуть направо. Где правильно скандалить. Иногда правильно скандалить. А где правильно уступить? Это важно знать. И материал. Материал в отношениях это люди, с которыми ты работаешь. Это твое транспортное средство, это ты сам. Важно знать, как устроены люди. Важно знать, как устроена их душа. Важно знать, как устроено тело человека. Биология тоже важна для построения правильных отношений. Все это мы вам расскажем и вам станет намного легче и приятнее строить правильные кошерные отношения. Следите за нашими публикациями и получайте удовольствие от отношений.